Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас пятница, мы готовились к ней давно, ждали ее давно, non-farm perils, ведь на повестке статистика важная для нас, как для трейдеров, для Федрезерва важная, потому что в этих данных американский регулятор будет пытаться найти подсказки, ответы в том, что происходит с инфляцией, а зная именно изменения потенциальные, которые происходят с показателем CPI, разумеется, корректируется и монетарная политика. В свою очередь, изменения монетарной политики, друзья, как вы все знаете, это то, что и определяет тренды по американскому доллару. Мы продолжаем говорить изо дня в день о курсе доллара, констатируем действительность и слабую экономическую конъюнктуру, и ожидаем то, что доллар будет идти ниже, но, разумеется, нам нужно дополнительное топливо. И сегодня как раз мы и будем ждать подсказок, как действовать дальше. Сразу к повестке экономического календаря, друзья, день сегодня обещает быть жарким даже без non-farm perils. Сегодня у нас в 11.30 выйдут данные по сфере услуга Англии. Поскольку на этот сектор экономики приходится больше 80% экономического роста, недооценивать релиз ни в коем случае не стоит. Мы вчера с вами переварили фундамент, связанный с решением британского регулятора по процентной ставке. Я бы не сказал, что мы услышали что-то стоящее и интересное. Но поскольку Банк Англии нам не дал подсказок, будем сами искать их на площадках, анализируя данные, и приходя к выводу о том, как эта статистика в конце концов скажется на экономическом росте, и впоследствии уже повлияет на дальнейшее решение регулятора по процентной ставке объема выкупа активов. Поэтому сегодня в 11.30 обязательно, если фунт тот инструмент, которому вы спекулируете, нужно последить за отчетом, поскольку движения британца должны быть значительными. В 12.00 данные по инфляции это еще один козырь, которым я оперировал в течение всей недели, забраться в идее того, что евро может оказаться под серьезным давлением. Сначала мы с вами ориентировались на протоколы, точнее на решение Федерального по ставке, то, что там произойдут определенные изменения и повлияют на евро. Потом уже стали поглядывать на индексы активности в производственном секторе, мы сейчас о них поговорим. И сегодня как раз третий релиз, на который я советовал вам точно обратить внимание, это данные по инфляции. Если все будет так, как хотелось бы, если мы сегодня увидим слабую статистику, разумеется, евро окажется под еще большим давлением. И замыкать торговую сессию будет отчет. Еще один важный по штатам это индекс АСМ уже в сфере услуха. Фактически накануне мы с вами разбирали данные по АСМ в производственном секторе. Вы помните, что статистика очень даже плохая. И еще один тревожный сигнал, указывающий на то, что американская экономика вряд ли на самом деле сможет сохранить те темпы экономического роста, которые мы наблюдали по итогам от первого квартала. Давайте, друзья, теперь подробнее. Вернемся мы к нефтянке. Сегодня нам есть о чем поговорить, потому что нефть, наконец-таки, вышла из зоны консолидации, пробила поддержку 70 долларов за баррель, оказался даже не ниже лоу вчерашнего дня 69-69, сейчас котировки 70-39. С чем можно связать распродажи нефтянки? Я повторяю, друзья, что мы изначально с вами описывали такой сценарий, ожидали то, что в целом продавцы окажутся более активными, с учетом того новостного фона, который нам удалось поанализировать. И вчера вступили, можно сказать, вступило в силу решения Соединенных Штатов Америки более не предоставлять освобождение от санкций тем странам, которые будут покупать иранскую нефть. Соответственно, на рынке снова вернулись опасения за то, что мировая экономика может оказаться в состоянии дефицита предложения. До этого у нас был целый блок статистики от администрации аналитической информации. Сначала была вялая динамика, рынок раскачался, вот в конце концов вчера все-таки решился отыграть этот фон. И правильно, потому что эти данные нужно было отыгрывать. Как вы помните, запасы выросли нефти, запасы бензина также выросли, объем нефтедобычи в Штатах также на новом рекордном уровне в 12,3 миллиона. Поэтому, друзья, сейчас если на рынке мы говорим об угрозе дефицита предложения, вы понимаете, что с одной стороны это, конечно же, то, на чем котировки могли бы вырасти. Но я снова повторяю, что сейчас этот фон анализируется немного иначе. Угроза для предложения глобального – это фактически зеленый свет для стран ОПЕК поднять показатель нефтедобычи в ИСИ, досрочно выйти из соглашения по энергетическому пакту, увеличить производство и все с целью для того, чтобы не допустить дефицита предложений из-за новых санкций США против Ирана. Вот я думаю, что пройдет еще неделя, может быть, другая. Эта позиция на рынке будет становиться все более и более опрочной, поэтому мы будем находить больше факторов для уже еще более глубокого снижения цен на нефть. Фунт против доллара 1.3033, ставка на прежнем уровне 0.75%, покупка активов 435 миллиардов фунтов. Все вроде бы как и ожидалось. Но почему фунт начал активно ходить? Честно говоря, рост я не знаю, с чем связать. Возможно, участники рынка предпочли воспользоваться классическим правилом, тактикой покупая на ожиданиях, продавая на фактах. Но в конце концов, под конец дня все вроде бы как устаканилось. И трейдеры нашли, опять же, причины, по которым фунт нужно было сбросить с локальных максимумов дня. Это и прогнозы по инфляции, которые пересмотрены на этот год и на следующие с понижением, разумеется. Друзья, и если снижается прогноз по инфляции, значит тут же забываем о любых изменениях процентной ставки. Уж точно забываем о том, что ставки могут повыситься. Без роста процентных ставок и намека на жесткую монетарную политику у британца не будет поводов и факторов поддержки расти именно на курсе и векторе монетарной политики. Кроме того, на пресс-конференции председателя Банка Англии Марк Карни сигнализировал о том, что на рынке по-прежнему сохраняются значительные риски неопределенности. Напряженности с Brexit, там оно и понятно. Я думаю, что Карни, хорошо, что Карни такой же реалист, как и мы, друзья, видим больше рисков в этой политической составляющей. В общем, пока что фон у нас явно вырисовывает хорошие перспективы для снижения британской валюты. Я напоминаю, фунт может отреагировать ростом, например, на какие-то позитивные комментарии по ходу торговых переговоров США и Китая. Но ненадолго. В целом, это приоритет по-прежнему снижения. Сфера услуг сегодня, друзья, в 11.30. Это катализатор для снижения. Я думаю, что цифры будут плохие, как и месяц назад. И поскольку все-таки 80% экономического роста на этот сектор приходится, реакция должна последовать сразу же. Доллар иена 111.40. Сегодня мы ждем отчеты Non-Farm Perils. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Уровень безработицы. Темпы роста заработных плат. На что нужно обратить внимание? Я считаю, что это темпы роста заработных плат. На этой неделе я уже говорил, что есть очень тревожный сигнал о состоянии американской экономики. Это низкие значения снижения индекса расходов наличия для потребления. Базовое значение. Это один из основных компонентов, влияющих на показатели инфляции. Этот отчет указывает на то, что американская экономика уже не опирается на здоровую, хорошую активность домохозяйства. Помимо этого, мы помним, что в прошлый раз, во время прошлого отчета Non-Farm Perils, у нас были сигналы о снижении заработных плат. Ситуация может повториться и сейчас. В прошлый раз с 0,4 мы снизились до 0,1%. Если тенденция продолжится, можно сказать, что заработные платы и низкие значения этого показателя, это еще один отчет, который будет серьезно тормозить разгон инфляции. А без, собственно, роста инфляции, конечно же, американский регулятор не сможет вернуться к политике высоких процентных ставок. Плюс ко всему, в ходе прошедшего заседания на предконференции Джером Пауэлл отметил, что сейчас нужно внимательно следить за показателем инфляции. Он почему-то увидел позитив в том, что индекс потребительских цен может вырасти, не знаю, в чем он его увидел. Но я думаю, что сегодня рынок все расставит по своим местам. И снижение темпов роста заработных плат может оказать серьезное давление на курсы доллара. Американский фондовый рынок пытался переписать новый исторический максимум по S&P. Мы судим. Однако, все-таки инициатива осталась на стороне продавцов. Сбросили они котировки снова к поддержке 2 900 пунктов. Сейчас 2 923 по S&P. Я ставлю на то, друзья, что рынок, во-первых, разочарован от того, что сказал Джером Пауэлл, поскольку он не намекнул на возможность смягчения экономической политики. Я ставлю на то, что американская экономика будет буксовать из-за ряда, на мой взгляд, серьезных факторов. Это и активность потребителей, роничные продажи, слабая инфляция. Производство также дало сбой, друзья. Мы разбирали данные по S&P, которые оказались на минимальных уровнях за несколько последних месяцев. И сегодня еще S&P в сфере услуг. Я думаю, что ситуация может повториться. Поэтому, если американский фондовый рынок вас еще интересует, сохраняйте короткие позиции, либо ищите точки для открытия новых ордеров. Австралийц против доллара 0.69.96. Мы снова ниже поддержки 0.70. Друзья, накануне вышел отчет по активности в производственном секторе. Как и ожидали, мы спад. Добавляем к этому еще провальные показатели на рынке недвижимости. Замедление тоже инфляции и высокую вероятность снижения процентной ставки. Плюс ко всему, я хочу даже закинуть вам идею, друзья, что ставки Резервной банк Австралии может снизить не когда-то там летом, а уже 7 мая, то есть на следующее заседание. Я, пожалуй, поставлю на это и на то, что австралийц против доллара будет смещаться как минимум к уровню 0.69. Доллар канадец 1.3467. Мы потихоньку растем, ждем закрепления высшего уровня 1.35. С национальным фундаментом слабым все было ясно и так. Ждали подсказки, поддержки для нашей короткой позиции в рынке нефти. Получили ее, нефтянка снижается. И теперь все создано для того, чтобы пара рванула выше уровня 1.35. И евро-доллар, друзья, 1.1168 мы снижаемся. Большое спасибо данным по роничным продажам в Германии, которые провалились индексом активности в производственном секторе Германии. Еврозоны, которые тоже провалились еще один важный, нужный, ну не знаю, мне уже и так было понятно, что еврозона наладом дышит. Сейчас, в принципе, эта статистика доказывает. Заключительным аккордом вчера выступили комментарии Питера Прата, который является главным экономистом Европейского центрального банка, повторившим снова, что экономика еврозоны сейчас несовместима с любой политикой, которая предполагает ужесточение режима и рост процентных ставок. Другими словами, мягкая экономическая политика будет преобладать и дальше. Сегодня выйдут данные по инфляции, я советую обратить внимание на базовое значение индекса потребительских цен, уверен, что снова мы будем говорить о снижении, о сохранении давления и надеюсь, что эта статистика вкупе с вчерашними слабыми отчетами еще больше притопит курс главного валютного риска. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.